Самоедский шпиц Стандартно самоедского шпица описывает собаку, которая была выведена не только в качестве ездовой, но и для выполнения ряда других функций, в том числе в качестве пастушьей и охотничьей собаки. Внешний вид этого арктического шпица с почти квадратным туловищем сочетает в себе элегантность, мощь, подвижность, достоинство и надежность. Давние дискуссии о разделении этих собак на самоедов медвежьего или английского типа и самоедов волчьего или американского типа, в конце концов, разрешились компромиссом, благодаря выведению единого типа самоеда, который характеризуется дружелюбием медвежьего типа и красотой движений волчьего. Теперь мы можем представить официальный стандарт самоеда в следующих терминах. Не отличаясь ни чрезмерной массивностью, ни чрезмерной легкостью, самоед обладает мощной головой с клинообразным черепом и небольшим затылочным гребнем. Массивная и высокая морда, имеющая почти такую же длину, как череп, постепенно сужается в направлении носа, который хорошо развит и бывает преимущественно черного цвета. Носовой ствол прямой, губы прилегают к щекам, их цвет приближается к телесному. Рот, слегка приподнятый по линии смыкания, должен образовывать характерное подобие улыбки. Острые, как бритва зубы, образуют прикус ножницами. Темно-карие, миндалевидные глаза расположены слегка наискость и глубоко посажены. Подвижные и внимательные, они имеют умное и бойкое выражение. Далеко от стоящие высокие уши должны быть небольшими, треугольными, прямыми, подвижными и слегка закругленными на концах. Горделиво поднятая шея имеет умеренную длину и отличается большой силой. Компактная и подвижная одновременно, туловище самоеда имеет чуть больше размер в высоту, чем в длину, благодаря низкоопущенной груди. Спереди грудная клетка выглядит широкой и объемной. Круп толстый, мускулистый и слегка покатый. Что касается спины, то она средней длины, мускулистая и прямая. Поясница массивная, живот чуть втянут. Предусмотренная стандартом высота составляет 57 см для кобелей и 53 см для сух. Допускаются также особи высотой с отклонением плюс-минус 3 см от стандартной. Лопатки длинные, плотные и слегка покатые. Ноги, наделенные мощными выдающимися костями, выглядят крепкими и мускулистыми. Если смотреть спереди, передние лапы расположены отвесно, колени прилегают к туловищу, нижние части лап массивные, но гибкие. Задние конечности, если смотреть сзади, выглядят прямыми и параллельными. Они отличаются хорошо развитой мускулатурой, угловатыми щиколотками и низкорасположенными суставами. Ступни овальные, гибкие, с расставленными слегка дугообразными пальцами. Когда собака находится в движении или на стороже, хвост загибается вперед, на спину или вбок. В положении отдыха хвост опущен до щиколоток. Имея умеренную длину, густо покрытый шерстью, хвост с его характерной подвижностью подчеркивает грациозность и ловкость собаки. Шерстяной покров должен быть плотным, густым, тяжелым и мягким. Подобно другим северным породам, самаят также обладает двойным шерстяным покровом. При этом подшерсток у него короткий, пушистый и густой. А верхний слой шерсти состоит из более длинных, прямых и жестких волосков. Шерсть, особенно у кобелей, образует великолепный воротник на шее и лопатках. На лапах, голове и наружной поверхности ушей шерсть короткая и гладкая. Зато внутренняя поверхность ушей, а также промежутки между пальцами ног, покрыты и защищены густой шерстью. Следует также отметить, что у сук шерсть, как правило, более короткая и гладкая, чем у кобелей. Что касается окраски, то стандарт предусматривает белый или желтовато-белый в качестве основного цвета, а также белый с пятнами бисквитного цвета. Губы, контуры глаз и нос обязательно должны быть черными, за исключением тех случаев, когда ввиду утраты пигментации допускается темно-коричневый цвет. Характер движения самоеда типичен для ездовых собак. Своей упругой и непринужденной походкой собаки этой породы обязаны хорошему растяжению передних и большой движущей силе задних конечностей. Как и у маламутов, задние лапы самоедов идут в один след с передними, со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Обладая мягким, дружелюбным нравом, самоед в то же время не принадлежит к числу абсолютно покорных собак, сохраняя в любой ситуации чувство собственного достоинства и глубокое уважение к себе и другим. Умные и проницательные, собаки этой породы мгновенно ориентируются в ситуации, и если они хорошо воспитаны, дарят вам свое дружеское расположение, всегда адекватное, уравновешенное и ответственное. Лишь в присутствии других собак ваша воля должна быть несгибаемой, поскольку самоед всегда склонен утверждать свое господство на территории, которую он считает своей. Самоеды прекрасно относятся к детям и могут представлять собой оптимальный вариант для того, кто ищет любящую и надежную няню для своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok